Осенью 1920 года часть калмыков вместе с белой армией покинула родные степи и ушла в эмиграцию. О том, как непросто жили наши соплеменники на Чужбине, пока не нашли приют США, Франции и Болгарии написано уже немало. Однако про их активную работу в сфере национальной культуры, образования и религии мы почти ничего не знаем. Но это неудивительно, ведь много лет советская пропаганда не переставала учить поколение за поколением калмыков тому, что эмигранты – предатели, поработители трудового народа, люди, вредящие самой справедливой советской власти на земле. И мы жили и верили в это, боясь сказать даже среди своих, что наши родственники когда-то эмигрировали в Европу. И эта однобокость, хромость до сих пор живет в головах многих калмыков. Не нужно осуждать их, они были воспитаны в духе тех лет. Но нельзя в наше время жить лишь одной правдой – той, которую мы знаем. Нужно слушать обе стороны. Ведь люди, решившиеся покинуть свою родину, имели свои убеждения и ценности, не позволившие им остаться. Начать хотя бы с того же калмыцкого фольклора. Если бы калмыцкая комиссия культурных работников Чехословакии, заботясь об образовании молодого поколения калмыков, не предпринимала никаких действий, вполне возможно, мы, оставшиеся на родине калмыки, потеряли бы весь свой фольклор и культуру, став одинаково одетыми и одинаково постриженными, имеется в виду духовно, детьми советского государства. Именно они своей работой сподвигли советское правительство открыть в Калмыкии научный институт и начать работу по сбору калмыцкого фольклора и истории. Вот такой была программа калмыцких иммигрантов, очень тяжело живших за границей. Комиссия принимает такие меры. 1. Возрождает национальную калмыцкую литературу. 2. Собирает памятники калмыцкого устного народного творчества, национальный эпос, сказки, песни, пословицы и поговорки калмыцкого национального искусства, музыки. 3. Собирает литературу на калмыцком, монгольском, тибетском и санскритском языках. 4. Собирает литературу о калмыках, монголах и других близких им по этнографическим, религиозным и тому подобным признакам народа. 5. Собирает и приобретает предметы буддийского культа, искусства, записывает духовные молитвы. Думается, что развитие нашей национальной культуры в условиях нынешнего времени должно быть созвучно с теми целями, которые провозглашали наши соплеменники почти 100 лет назад. И как можно шире популяризировать свою культуру в широких массах. Иначе через 10-20 лет от нас останутся лишь книги и документы. По статье Геннадия Корнеева. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.